Так ли это мы сегодня узнаем от Алексея Хомутова, заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю. Здравствуйте. Здравствуйте. У всех ли граждан может формироваться накопительная пенсия и как она формируется? Расскажите. На сегодняшний день накопительная пенсия может формироваться у граждан 67-го года рождения и моложе. То есть данная категория граждан, им необходимо до конца текущего года выбрать свой вариант или, написав заявление, определиться и формировать страховую и накопительную пенсию или только страховую пенсию. Накопительная часть пенсии формируется из тех страховых взносов, которые перечисляет работодатель. Это вот 6% из общего тарифа. Далее эти средства, если человек подал заявление и эти средства ушли в государственную управляющую компанию, внеэкономбанк или в негосударственный пенсионный фонд, эти средства дальше идут на инвестирование. Доход, который будет получен от инвестирования, также учитывается при назначении накопительной пенсии. Здесь следует остановиться на том, что средства пенсионных накоплений участвуют в процессе своего инвестирования на фондовом рынке. Фондовый рынок может принести как доход, так и убыток. В данном случае государством гарантировано, что номинал накопительной составляющей, а это те страховые взносы, которые перечислили страховые взносы, будут возвращены, плюс тот инвест-доход, который был ранее сформирован. Очень много споров по поводу того, где выгоднее формировать накопительную пенсию в государственных или негосударственных фондах. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет. Ну, наверное, здесь право выбора каждого. Но, тем не менее, если вы приняли решение и формируете накопительную пенсию в Пенсионном фонде России, то средства пенсионных накоплений, в данном случае, они управляются Внешэкономбанком, это государственная управляющая компания. Эти средства инвестируются, учет этих средств идет в Пенсионном фонде России, и при назначении пенсии эти средства участвуют в назначении выплаты пенсии. Если вы формируете свои накопления в негосударственном пенсионном фонде, то все эти процессы происходят соответствующим образом в негосударственном пенсионном фонде. Если человек, к примеру, не написал заявление до 31 декабря, то в данном случае можем говорить только о минусах или все-таки плюсы тоже есть? В данном случае ничего страшного на самом деле не происходит. Просто еще раз подчеркну, что все-таки необходимо до 31 декабря текущего года определиться со способом формирования своих будущих пенсионных накоплений. Если все-таки человек 67-го года рождения и моложе не написал заявление, как мы его называем, стал молчаном, то у него перестают формироваться пенсионные накопления, и все страховые взносы, которые будут поступать от работодателя, будут идти на формирование страховой части пенсии. А действительно ли 2015 год крайний, когда можно выбрать формирование накопительной пенсии? Или все-таки есть вероятность, что этот срок продлят? На сегодняшний день это действительно так. До 31 декабря текущего года необходимо определиться, написать и подать заявление в Пенсионный фонд России. И если законодатель примет другое решение, то мы соответствующим образом проинформируем все население и будем продолжать вести прием заявлений. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Пожалуйста. А я напоминаю, что у нас в гостях Алексей Хомутов, заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю. Продолжение следует...